Спасибо, что так обширно поделился личным опытом. И на самом деле это все легко проверить на своей практике. И, как говорится, всем посетителям врачей и больниц рекомендуем и прописываем стояние на гвоздях. Плавно переходя ко второму вопросу, ко второй теме, о которой хочется поговорить и которая тоже вызвала живой интерес, это твое увлечение шаманскими практиками. Расскажи, пожалуйста, как оно возникло, как развивалось, как развивается и что ты находишь в этом и почему уделяешь этому подходу свое внимание. Ну, знаешь, шаманские практики, вообще, что это такое? Потому что каждый может воспринимать это по-своему. Если кто-то еще не прочел книги Карлос Кастанеды, почитайте их, но не останавливайтесь на второй. Читайте третью. Можете сразу с третьей начинать. Потому что в первое-второе он рассказывает, как он ел кактус и как он курил грибы. И как он пил вытяжку из корня растения силы. И какие при этом он видения испытывал. Все это забавно читать. Но ехать в Мексику и есть кактус, что называется, с куста, может позволить себе не каждый. Вот. Это целое направление, к которому я не имею никакого отношения. То есть я не употребляю ни в каких видах, ни какого рода галлюциногена. Единственное, когда я был в Эквадоре, там и семинар по йоге проходил, все-таки это родина всех этих растений. И там у меня была сессия с Сан-Педро, с кактусом. Но этот опыт был интересный, очень мягко прошел. И я не хотел бы его повторять, где бы то ни было. Просто, ну как это, дань уважения мастеру в данном плане. Есть, ну это своеобразный, как бы это сказать-то, наверное, туризм, можно назвать. То есть когда собирают специальные группы, ведущие их знакомят с шаманами на Амазонке, иногда выписывают шаманов с Амазонки в Россию, они проводят различные рода сессии, знакомят с растениями силой, со всеми делами. Вот мне эти темы совершенно не близки. То есть я свой организм стараюсь держать в чистоте, и сознание в чистоте тоже. Можно здесь остановиться по поводу растений силы. Ты тоже придерживаешься подхода, что индуцированное такое вот принятие внешнего стимулятора, оно загрязняет сознание в долгосрочной перспективе. И в каком-то смысле крадет здоровье физического тела. Здоровье физического тела крадет. Это сто процентов. Потому что все это мощные токсиканты. Без разницы, что это. Растительное, нерастительное все дела. И здесь важно понимать, что, допустим, если это используется у тех же шиваитов в Индии, там они курят траву, причем добавляют различного рода вещества, для того, чтобы это было сильнее. Они же, в общем-то, не социальные люди. То есть нормальные такие бабаджи. Они бродяги, и они, ну, у нас это бомжи. То есть им не надо выполнять каких-то сложных действий по социализации, выполнять какие-то другие функции. И одно дело, что называется, потусить с этими бабаджами там, другое дело это перенести уже на нашу почву. И различного рода молодежная, и не очень молодежная субкультура, так называемая условно Гуа-культура, да, где все это есть. Ну, человек теряет волевой стержень от всего этого. Потому что это все, даже если дает некий экспириенс, опыт различного рода взаимодействия с тонкими мирами, с прочими делами, что с этим делать-то потом, возникает вопрос. Ну да, ты почувствовал, допустим, что наше сознание не одно во Вселенной. Сознание расширилось. Ты получил океаническое блаженство, взаимодействие, быть может, с какими-то духовными сущностями, с параллельными реальностями. И чего? Мозг от этого высыхает, тело страдает, нервная система садится, воля как таковая, ну, способность поделивать личного рода трудности волевым путем собираться, пропадает, исчезает, и прочее. У Кастанеды много про это, то есть, и он в последующих книгах, он описывает, что это есть в культуре, но это использовалось, допустим, в традиционной культуре курандера. Ну, это я только могу точно говорить про эквадорскую культуру или колумбийскую, потому что я с ней соприкоснулся так напрямую. Там это используется в целительных целях. Если человек потерял смысл жизни, если он чувствует, что по нему как-то энергетически шибанули, ударили, то есть порча с глаз, прочие дела, вот, либо если он потерял часть своей души или душу потерял, то есть ее ищут, находят в этом странстве, либо если он потерял некий смысл своего существования, либо запутался и не может никак ответить, он с этим туда идет. То есть это практики целительства. Просто как удовольствие, как, опять же, туризм, как развлечение. Для балдежа, для кайфа, для удовольствия это не делается. Это делается с хорошим проводником. Лучше, если это проводник. Ну, у него все предки этим занимались. То есть это не так называемый домороченный нагварь, который там перевел 2-3 тома Карлоса Кастанеды и начал потом, что называется, и прочим советовать, что разок покурил, другой покурил, третий раз пожевал грибы, четвертый раз закинул себе марочкой, и все будет ништяк. Не будет ништяка. Вот. Потому что, опять же, те, кто из шаманов, которые активно принимают растения силы, они долго не очень сильно... Ну, как, опять же, мне кажется, но они могут дожить и до определенного возраста. Ну, вот, мою церемонию проводил парень молодой, колумбийец. У него были желтые белки глаз. То есть он постоянно пьет эту вытяжку и, соответственно, страдает. То есть я никому это делать не рекомендую. Даже как опыт. Потому что существует масса других возможностей и способностей. Вот расскажи про другие возможности и способности, которые дают именно практики без экзогенных веществ, что они могут открыть в человеческом сознании, что дать, и вообще какой смысл в этом во всем? Какой в этом смысл? То есть можно почитать, если уж сильно хочется смысла, Станислава Грофа. Забить Станислава Грофа, там, космическое сознание и прочее. Прочее. Смысл в этом понять, что человек это не мясо и кости. И помимо так называемой бытовой психологии, существует еще надчеловеческая психология и своя бессмертная суть. В любых культурах существовали церемонии перехода в иное качество сознания и в иное качество осознания себя как некой социальной единицы. Я говорю про мистерии. Посвящение мальчиков, мужчинам или девочкам, девочкам, женщинам, про свадебные церемонии, про принятие в некую профессиональную лигу или гильдию. И потом техники, связанные с уходом с этого мира в другой мир, с техниками смерти. И специальные жрецы, либо специально обученные специалисты сопровождали человека с момента рождения, с момента имя на речении и прочее, прочее, прочее. Если кто-то действительно серьезно интересовался тоже историей христианства и фигурой Иоанна Крестителя, как происходило крещение, в те времена, у первых христиан, человека нас так надолго кунали в воду, что он захлебывался практически. И потом, когда извлекали из воды, и остатки воды покидали его легкие, его нарекали новым именем. То есть происходила такая мощнейшая перезагрузка человека. В современных техниках, допустим, есть те же традиционные шаманы, которые так или иначе сохранились на территории Бурятии, Монголии, Тывы, Киргизии, Казахстана. То есть советская власть их до конца не изничтожила, как класс. Они мощно консолидировались после и в момент перестройки. И многие из них в прошлом были видные партийные деятели. И свой опыт работы в коммунистической партии они уже принесли в национальную тему возрождение шаманства. Проводят мощные обряды, активно взаимодействуют с, в том числе, журналистами. Но это вершина айсберга. Скажем, те, кто чем-то владеет, они стараются не светиться. Они живут вдалеке от, скажем, основных крупных магистралей. И, в принципе, они доступны для общения. Все. Можно посмотреть, можно поискать. Есть так называемые молельные дома в той же Тире. Можно в Якутию слетать, если к этому есть стремление. Можно вообще это не делать. То есть можно раздобыть шаманский инструмент, тот же бубен, если хочется этим заниматься. Вот. Я покажу, как, допустим, выглядит. Он может выглядеть. Вот это так называемый якутский бубен. У него есть такая вот колотушечка. Вот. Изготавляет его прекрасный мастер по фамилии Черков. Он живет в Хакасии. И он изготавляет вот этот вот образец так называемого якутского бубна. Есть еще алтайский бубен круглый. Но есть еще, по-моему, чукотский бубен и прочее. Но это вот наиболее мощный бубен. Сильно я громыхать не буду. У нас уже поздно. Так, немножечко так. При взаимодействии с этим инструментом, как правило, ритм находится просто в ходе практики этого всего. И правильно сделанный бубен, обладающий хорошим звукам и спектром, он воздействует на сознание удивительным образом. То есть возникает эффект так называемого полета. То есть неважно, глаза закрыты, открыты, тело постепенно растворяется в ритме и звуке. И если у вас есть какие-то наработанные места силы, либо те области нашего пространства, либо иного пространства, которым вас влечет, вы туда переноситесь своим сознанием. То есть существует... Ну, все зависит от человека. То есть с какой целью он берет этот инструмент. Если испытать определенное состояние сознания, не бытовое, он это испытает. Если ему нужно что-то иное, некую глубинную наполненность, он это прочувствует. Что мир окружающий живой, что человеческое сознание не одно во Вселенной, существует масса иных существ, которые способны взаимодействовать с нами, как разумные существа. Но этот опыт тоже он должен к чему-то идти. Это, допустим, в традиционном обществе шаман выполнял различные функции. Это когда обычные целители не справлялись, то и уже недуг переходил либо в разряд неизлечимого, смертельного, либо он связан был с каким-то, быть может, как сказал бы современный человек, порогом в состоянии психики, если человек получал какую-то психологическую травму, ну, на грани уже патологии, тогда включался шаман. И он человека вытаскивал, из того света вытаскивал, и его душу возвращал, и с прочими делами разбирался. Если нужен был какой-то промысловый зверь, либо его не доставало, куда-то уходил зверь, либо охотники, чтобы накормить племя, должны были в кратчайшие сроки найти животное, снова подключался шаман. И когда кто-то умирал, но сопровождал в те пространства иного мира, где душа этого человека была наиболее полно реализована уже так в дальнейшем ее существовании. По сути, вот. И это никогда не воспринималось самим шаманом, как, ну, знаете, положение такого своеобразного депутата, да, человек при власти, либо серого кардинала и прочими делами. То есть это не советник вождя, это дополнительная общественная нагрузка, очень тяжелая общественная нагрузка. И традиционные народы, они не стремятся становиться шаманами, потому что это тяжело, постоянно работать со смертельно больными, с помешанными, с людьми, которые находятся в состоянии, ну, какого-то житейского невероятного кризиса, полосы неудач. И все это надо вытягивать, отказать невозможно, потому что духи предков такого человека избрали. Это человек в городской культуре, занимающийся каким-нибудь там интернет-бизнесом, вот, может так условно в это все поиграть, как в ролевую игру, там, постучать в бубен, налаживая контакт с природой и с прочими делами, общаясь с тонкоэнергетическими сущностями и тотемами. А в обычной-то среде, которая связана именно с тяжелыми условиями выживания, где-нибудь в тайге, либо в тундре, соплеменники четко понимали, шаман это или нет. Потому что всем миром изготавливали ему костюм, бубен, заказывали у казнеца различные роды подвески на костюм, вот, потом нужно было специальным образом еще животное искать, которое пойдет на кожу для бубна. Ну, это достаточно проблематично все было. И проводили испытания человеку. Достаточно жестокие испытания. То есть он должен был, допустим, завязывали глаза и пускали по тропе, где были оставлены смертельные ловушки. Если человек проходил, значит, да, у него открыт третий глаз. Либо тяжелые инициационные испытания он проводил, связанные с сильными болезненными ощущениями. Либо человек чувствовал, что духи болезней, с которыми он потом будет взаимодействовать, изгоняя, либо задавливая их, отгоняя своих соплеменников, они его буквально разрывали на части, поедали, потом собирали новое тело. И тот дух, который хотя бы чуток пробовал плоть этого новоиспеченного шамана, он делал себя подвластным для шамана. Мне, ну как сказать, просто этот сильный интерес к этому всему, я чувствую, что темы все рабочие, и я нечасто это использую в своей работе. Бывало, когда приходили, допустим, на семинаре куча людей, и все хотят что-то получить, иногда даже жизнь к лучшему поменять. А ты, типа, привез в хатха-йогу, да? А в хатха-йоге по щемотанасану это потолок для многих, и даже вот в простое положение, сидя вдоль ног, человек не сложится. А нужно, в общем-то, его подвести к тому, что показать, что такое энергия, чтобы он это прочувствовал, чтобы здоровье у него к лучшему изменилось, чтобы действительно какие-то жизненные косяки ушли. И тогда включался бубен, варган, прочие инструменты. И, в общем-то, по обратной связи было, что да, многим людям от этого легчало. Либо это сильно пугало, и человек больше не приходил ко мне. Потому что некоторых людей это сильно пугает и настораживает. Потому что йог, в общем, представлению он должен быть такой благостный, слащавый, петь звуком, рассказывать про Рамакришну, цитировать Хагавадгиту, сыпать афоризмами Патанджали, ну, быть может, давать второе, посвящение во вторую ступень рейки, но тоже все так с открытием сердца. А бубен это, извините, это что-то уже такое низкочастотное. Расскажи про звуковые вибрации, про низкочастотные и высокочастотные, не только в плане бубна, как их используешь и применяешь ты в своем подходе, в обучении, и, опять же, какое рациональное, практическое зерно из них можно вытянуть? Ну, конечно же, что? Это чаша. Вот такая классная, тибетская, она же непальская. Ну, вот это вот непальская чаша, кованая. Есть варианты точенных чаш. Допустим, это толстостенные чаши. Вот. Есть варианты с изображением Будды, гравировкой. Если бубен, это порождение земли, как таковой, то есть он весь пронизан этими вибрациями, это и кожа, и обечайка, то есть корпус Будды, и колотушечка шерстью. Вот эта вот штука, ну, она, это космос, как таковой, она даже вот... Сейчас, извините. Возьму такую правильную колотушку, ей соответствующую. Ну, вот эта вот маленькая колотушечка. Сейчас так посмотрю, посмотрю по сторонам. Ну, ладно, где-то она мне наедает за спиной, сейчас не буду лазить. Давай я тебе свою дам. Держи. Сейчас. А, вот же она. О, дал. Смотрите, появилась. Как все эти штуки можно объяснить? Вот. Воздействие. Первые звуки, которые слышит человек, он слышит в утробе матери. Когда у него на определенной неделе развития формируется способность воспринимать звуки. Когда формируются уши. А до этого он кожей чувствует. И способность чувствовать кожей, чувствовать нутром, что называется, у нас просто в природе. Когда идет какой-то ритмичный звук, постоянная мелодия, у человека начинает, ну, автоматически он либо, ритм слегка головой, начинает отбиваться, либо слегка покачивать, что называется, тело просится в пляс. Вот. С чем это связано? Это связано, что наши мышцы на пленых слоях обладают чувствительными сенсорами, которые воспринимают звук. Энергию звука они преобразуют в химическую энергию звука. И все это связано с тем, что звуки в мире природы связаны были с моментом выживания человека. А когда человеческий плод формировался в утробе матери, какие звуки его окружали? Удары сердца. Но это у нас, конечно же, ударный инструмент. Потом. Звуки работающего тишечника. Это духовые инструменты. Ну, такие трубы типа диджериду. Сейчас я покажу. Вот. Это называется диджбокс. То есть это вот дидж, так называемый инструмент, такая труба австралийская, она вытянутая. От полутора до двух метров. А вот это такой походный вариант. Такая свернутая труба. Или раковины. В индийской, в тибетской традиции. Сейчас я попробую звук издать. Это органы брюшной полости, органы малого таза. Ну и, соответственно, манипура тоже очень хорошо прокачивается. Прекрасный инструмент, всем рекомендую. Вот. Из духовых инструментов, более нежных, это глиняные флейты. Я использую в практике. Так называемые окарины. Прекрасно есть алтайские окарины, есть окарины других народов. Они настроены, вот это вот, допустим, с низким звучанием окарины. Сейчас попробую тоже издать звук. Звуки уже, ну так скажем, на уровне энергетической структуры. Это уже сердечный центр. Уже такие анахатные. А в теле отзывается горло, легкие и все их составляющие. Но, сейчас еще покажу. Еще одну окаринку, она у меня в таком туиске живет. Вот это уже близкая классическая форме, то есть такая настроенная. Но у меня у самого музыкального образования нет, но во время шавасаны все эти звуки, они нужны организму, чтобы избавиться от последствий техногенного фона. В любом городе, да и за городом, тоже долетает до туда постоянные звуки окружающего нас. Они не экологичны по своей природе. Это машины, это звуки, не знаю, там, города как такового. Если это крупный индустриальный центр, то это еще работающие механизмы. Это различного рода сотовые телефоны, радиоволны и прочее, прочее. Организм изначально, он настроен на природные звуки. На звучание там шелеста, листвы, капель дождя, завывание ветра, различного рода звуки животных. Ну, то, что наиболее полно представлено в музыке, там, в Нью Эдж, допустим. Ну, либо вот такие звуки, которые могут даже не нести все мелодию, но очень приятные. Вот. Так. Еще у меня есть вот такая вот окалинка. Так, на самом деле, у меня их целый шкал заставлен, окалинка. Все они так по-разному работают, по-разному настроены. Некоторые используют дзен-флейду, причем сейчас тоже можно чуть ли не в Японии покупать. Ну, это достаточно сложное в осваивании штуковина. То есть там надо губы под определенным углом делать. Также, допустим, китайские флейды, там тоже нужно учиться губы под определенным углом к инструменту держать. Поэтому я как-то в свое время помаялся с глиняными китайскими флейтами и остановил свой выбор либо на карельских, либо на алтайских глиняных флейтах. Вот. Что есть еще в практике? Помимо чаши, используется вот такой вот тибетский колокольчик. с приятным мелодичным звуком, который слегка так постукивает, и к нему еще и стик прилагается. Так. Ну, я вот такой вот палочкой положу. Это уже, так скажем, на высшие центры направленный звук. Но, чтобы поработать с высшими центрами, ну, в частности, допустим, с тем же третьим глазом, либо иными составляющими, центры связанных с головой, прокачать горло, используются варганы. У варган это русское слово. Варганец, варганить и прочее. От слова там губа, губы. Хамус, допустим, алтайский. Либо иные названия. Марчунг. Или домой. Марчунг это индийский, домой это вьетнамский. У меня в постоянной работе несколько варганов. Вот самый крупный выглядит вот так вот. Вот. Это хакасский варган. Вот если присмотреться, то это определенная такая идеальная модель левого канала, правого канала и глубины таза, где находится энергетический центр канта. Плюс вот язычок. Вот он. Это вот с этой областью соотносится. Начинается игра и включаются резонаторы в глубине горла. Вод отдается в мозг, отдается в живот, в грудь. Соответственно, слегка поджимая живот, приподнимая грудь, меняя тембр дыхания, добавляя звуки речи, возникает речного рода мелодия. Если у человека есть дар перемещения своего сознания в тонких пространствах, то бубен называется большой конь, а вот этот называется малый конь. То есть он перемещается по, можно сказать, эфирному аналогу нашего мира. Мира земного. Существует еще подземный, существует небесный. Я сейчас несколько звуков издам. Но, как правило, играть, конечно, нужно дольше, чтобы какие-то эффекты пошли. И так как используется достаточно быстрое дыхание, через зубы идет воздействие на черепные резонаторы и идет и там в глубину, то возникает либо некие видения, либо ощущение полета. Но это тоже должно быть наработано. Должны быть те места на природе, куда у тебя стремится душа, либо в тех местах, которые ты испытывал, переживания силы, мощь, либо глубины какого-то откровения, либо тебе явилось нечто, и ты с ним вступил в взаимодействие. Вот это вот Хакасский, самый такой большой варган, черный, черненный. Есть еще так называемый русский варган, где варган Блазерина. Выглядит он вот... У него у этого мастера есть несколько подобного рода инструментов. Ну, наверное, наиболее такие простые в осваивании. И вот. Выглядит вот так вот. Звук другой. Немножко иначе воздействие возникает. Есть так называемые вьетнамские варианты. Тоже они могут быть по-разному настроены. Более низкие, более высокие. И большой плюс вот такого вьетнамского, то, что они не прижимаются к зубам. Потому что, если варган мощный, то есть, допустим, не алтайский варган, братьев Путкиных, так называемый, а вот то, что я показал, небольшой косой удар пальца может зуб отколоть, либо маль с зуба. Это не очень приятно. Это вид к врачу, либо объяснение своим ученикам, почему у тебя сколотый зуб, и соответствует либо это морально-этическому облику йога, и яма, и не яма. Это вот решает проблему, потому что прижимается к губам, вот, и в основном работают вот эти места. Бишутха, головой центр включается. Чего я еще использую, кроме этого всего. Ну, у меня несколько набор чаш. Я большую с собой не таскаю, потому что у нас, допустим, есть еще больше чаш, то есть там совсем тазы. Как правило, эта чаша... Сейчас покажу, какого размера, наиболее нормальная такая. Ага, о! О! Вот такая вот чаша. Приятный звук. Можно потом звуком попеть, если есть желание. Можно просто к различным родам участкам тела поподносить. Так как она вибрирует, и рукой вибрацию можно почувствовать, то идет такой акустический, виброакустический массаж. Это если индивидуальная какая-то практика, либо самомассаж. Вот. Еще используются для тех же высших центров коротала это плоские круглые колокола. Выглядит это вот так вот. С ними тоже можно по-разному работать, но я, как правило, вот так вот работаю. То есть беру... Вот. И идет направленное воздействие либо на свой участок тела, либо на некий собирательный образ группы. То есть представляешь, что перед табусь вот вся группа, но в облике некой абстрактной фигуры сидит, ты чувствуешь, куда звук направить. Это, как правило, как интуитивное понимание, чтобы общее поле сгармонизировалось. Издаешь звук, гармонизируешь. Ну и это вот все, так скажем, традиционные инструменты. Наиболее, наверное, традиционный инструмент, который можно сделать своими руками, это посох дождя. Вот. Вот у меня, я его сам делал, он состоит из несколько коленец. В каждое коленце свой наполнитель сыпан. Внутри палочки, ну, зубочистки вставлены по спирали. И поэтому такой интересный шелестящий звук возникает. Идет воздействие на позвоночник и на его нервное окончание. Ну, два оберега таких. Фигурка духа помощника, такая милая. с хвостом черным конским. И это другой хвост конский. Это бурятские обереги. Белый. Иногда, когда есть в этом необходимость, какой-то, допустим, выездной семинар, я большой посох дождя беру с собой. вот такой. он вот такой вот. Еще есть так называемый Глюкофон Или Дримс Драм Выглядит он Это металлический барабанчик Лепестковый Вот так вот Такой Малая модель Хан Драма Сейчас я Немножечко камеру к себе пододвину Чтобы было видно Что там на коленях происходит У меня Так Вроде что-то видно Да? Малая модель Хан Драма 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 вот еще иногда опять же я беру с собой пандрам но это типа ханга но изготовленные у нас в россии это как такая летающая тарелка небольшая но сейчас я уже не покажу вот она у меня в углу стоит и я ее так доставать не буду а покажу я малый гонг есть еще ряд инструментов то есть допустим помимо этого работа с энергетическими жезлами это может быть выглядеть как вот такая вот ваджа то есть она перенаправляет энергию потоки либо это изготовленные своими руками допустим из кристаллический жезл этот кристалл кварца здоровый он вставлен в кусок хрена высушенного таким образом еще вот здесь вот хрусталлический шар ну и вот когда он такой большой и когда он уже так настроены он и подзаряжает энергией либо вызывает необходимые изменения в энергетической структуре есть более маленькие допустим кристаллы тоже настроены вот этот кристалл кварца он чем интересен то что у него такие вот от росточек от росточки много и и они обработанные а живой его клад кладут на места связанных с проекциями чакр на тело либо на места в которых воспринимается некий дискомфорт либо какое-то чужеродное воздействие влияние и он все это дело убирает компенсирует заряжает еще у меня такой по форме есть кристалл выглядит он вот так вот то есть это тоже сросшийся кристалл по сути это маленькая такая друза вот это хорошо идет на горло на горловой центр и на сердечный центр и на проекцию на переднюю линию именно физического сердца еще использую малый кристалл то есть вот такой вот на область межброви а в некоторых случаях это обработанные кристаллы которые насажены на фонарики то есть получается вот такая штуковина такой своеобразный меч джеда это аметист когда через кристалл проходит свет то он начинает работать мощнее но он опять же связан с так скажем насыщением энергического центра либо извлечение вредоносной сущности своеобразного энергоинформационного паразита это вот допустим аметист есть кристалл кварца вот и еще флюорит то есть вот такой вот ну я еще до конца на самом деле их не сделал вот эти вот я клеил на эко пластилин я его закрываю либо краской закрывали бы кусочком кожи или ткани но примерно общая схема такая вот иногда я использую опять же в индивидуальной работе либо свои окуривание можжевельником то есть я его покупаю либо в иркутске когда там бываю возле байкала либо в непале вот выглядит эта смесь вот так вот она поджигается тонкой струйкой о воздуха из губ огонек раздувается и дым направляется либо на участок тела в котором некий дискомфорт существует это либо проекции чак либо проекции суставов либо ну ты чувствуешь куда направить вот и огонек отсюда из чаши переносится мысленно в глубину телесного участка и происходит мощное окуривание плюс можжевельник полынь богородичная трава или чабрец они обладают но антибактериальным воздействием и скажем воздействием который вызывает особое состояние сознания вот задействуют такие гормоны в теле что опять же возникает ощущение полета и на этом фоне хорошо практиковать в нетелесный опыт ну как то так ну 100 маленький а вот еще все есть такая погремушечка тоже интересно рабочий инструмент но она позволяет мягкой плавно выходить из глубокого погружения себя такого же все это копилось годами и когда чем-то начинаешь так интересоваться схожие люди появляются в твоем туннеле реальности схожая информация приходит любой инструмент он становится неким артефактом предметом силы при взаимодействии с ним возникает интуитивное понимание чего с этим делать и как с этим жить просто чем могу сказать по этому поводу зачем все это нужно но это определенный подход ко всему можно этим вообще не заморачиваться можно просто заниматься хатха йогой говорить о полезности асан показывать на какие участки тела какая асана воздействует можно рассказывать про физиологию можно говорить про абхазию вайрагию можно цитировать хагавадгиту что не надо привязываться к плодам своей деятельности может вспоминать рамакришну и бла 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 и все замечательно и прокатит вот так вот прокатит лет на десять-пятнадцать вообще зашибись а если в индию съездишь по рампуру ступишь то вообще что называется можно и помирать спокойно где-то так году так на сто восьмом как великий кришна мачаи но мне это как-то вот я это все знаю бывал разделяю но не трогает что называется душу не отзывается сердце тяготеет ко всему вот этому такому один из подходов не сказать что лучше не сказать что хуже просто своеобразная моя передача всего этого как то так вот спасибо что так обширно интересно поделился я вот хочу тебя дополнить ты рассказывал про тибетские чаши и извлечение металлического звука для работы с высшими центрами я вот познакомился с таким вот инструментом хрустальная чаша вот она настроена на определенную частоту 136 8 герц и звук у нее просто потрясающе когда первый раз соприкоснулся с этим инструментом понял что без него сразу не уйду вот если его сопоставить с тибетской чашей то воздействие чуть-чуть разное то есть в моем субъективном восприятии металл работает больше вот как это в пространстве ума а вот хрусталь он еще шире уходит распаковывается и как-то даже вот так субъективно можно сказать на духовное измерение на духовный план уходит очень интересного тоже рекомендую если где встретишь классная вещь встретиться мимо не пройду вот а еще я делаю что называется поделки артефакта своими руками у меня их много и некоторым учениками просто презентую здесь важно комендативный процесс погружения как правило это кусочки корневищ и различного кристаллы я один покажу то есть но тоже в работе идет выглядит эта штуковина вот такая и как правило любой такой предмет силы он собирается несколько лет вот это друза из камня это корневища хрена это кристалл он может вот так установиться может вот так установиться вот он такой как сказать универсальный по природе своей он может и направлять энергию и некие ненужные объекты либо вкрапление в энергетическую структуру чужеродные для этой структуры вытягивать ну и прочее прочее вот опыт большой такой обширный но это даже нельзя сказать что увлечение и даже нельзя сказать что практика техник такую короткую историю расскажу на эту тему как-то было первый раз на алтай на леднике актру это возле монголии прекрасное место красивые виды очень похожи в чем-то на гималайи я там был и тоже радовался что ну алтай сильно напоминает такие уже жемчужины индийских гор так скажем ну про актру довезли туда нас на вездеходе то есть мы там остановились возле русла яки занимались своими практиками йогой я там будет встречал все дела а параллельно с нами ехала группа вы просто людей так скажем тоже они вроде как бы не простые такие люди что-то там делали но в основном у них практики были алкогольные еще они практиковали по кастанеде смотрели на воду как нам объясняли что они не просто так вот так по кастанеде мы сидим и на воду смотрим а практика такая ну вроде как когда ты так смотришь на воду нужно представлять что река остановилась а все мироздание проходит мимо них мы обратно едем они там на воду насмотрели что называется время провели мы такие сидим наполнены молчим и тетенька на 1 начинает а йогов подкалывать а че это наши йоги сидят праны налопались а молчат копят а мы их что называется сейчас попробуем на чистую воду вывести ну и благое проще и к чему это история рассказал что для многого-многого большинства даже книги карлоса кастанеды без дона хуана увы становится таким аналогом фэнтезийной литературы в лучшем случае худшим как все забывают про чувство собственной важности люди либо про сталкинг такой нормальный и начинает наоборот свое чувство собственной важности раздувать до невероятных высот там тенсёгрить и делать союзниками встречаться а если под китамином то это вообще на что называется два пальца об асфальт ну пустое все это правда потому что в книгах кастанеды если так и глубоко читать размышлять можно посмотреть на практике которые по кастанеде тот же виктор санчес описал все достаточно строго и стройно но нужен человек который тебя ведет через все это а вот мне как-то не везло с внешним представителями вот чем человек так скажет скажем в этом плане больше цитирует либо больше гнет понтов тем он чего-то меньше и себя представляет как правило потому что те кто чего-то добился они начинают стирать личную историю вообще совершенно никак не светится либо если чувствует что ну их присутствие каким-то образом тебе поможет как-то очень так мягко мягко подсказывают короче говоря все настоящее оно как правило не броска в этом плане и она связана в том числе с тяжелой такой упорной работой с либо с переживанием не самых приятных осознания себе вот потому как пока мы здесь есть существует и личность это же чувство собственной важности с этим работать и работать но с годами она как-то все начинает подрастворяться очень хорошо атрибуты в чем-то важны артефакты важны но не просто так скажем как помощники или такие предметы которые облегчающие работа со всем окружающим это даже не увлечение это способ восприятия ну или так если сказать пафосно то дорога сердца или путь жизни один из многих но почему бы и нет меня устраивает я по нему иду кого устраивают идут рядом Володя и вопрос тебе про настоящее естественно всех интересуют психические пранические феномены из того что ты можешь рассказать какие у тебя может быть такие интересные яркие опыты были от взаимодействия опять же практики с гвоздями с вибрационными звуками шаманскими техниками просто при выполнении асан хатха йоги при в результате выполнения праная мы вообще в ходе твоей жизни то есть вопрос такого плана пранические эффекты это сказки о силе или это реальность практикующего все зависит от восприимчивости человек и от того кто передает но это либо врожденный дар либо развиваемый по определенной методике вот ну в общем то все описано у патанджили но вот из тех кто проводит семинары по йога с утра патанджили вряд ли кто-то может продемонстрировать феномены которые описывает патанджили при продемонстрировать силу слона или перемещение своего сознания в тело другого человека про яму и не яму балаболить это вообще все гораздо прочитав ритхи не ротху о целые формы этому посвящено кто-то даже вот есть у нас один кинточек который копирайт или чуть ли не на чвн взял читавритхи не ротху а толку то да вот у меня так заточено что я искал модели идеальных ресурсных состояний которые отражаются в русском языке для передачи этих моделей что это такое определенные как я сказал ключевые коды фразы ритмизированные рифмованные передающие некий смысл допустим шаманской традиции это называется песни сил или икерс и они приходили то есть у меня было на найти именно словесные конструкции обладающие наиболее мощным благотворным воздействием передающие определенный заряд жизненной силы энергии вот у меня было на это заточено сознание они приходили может быть просто свое время для меня смыслом жизни была поэзия я не просто читал я этим жил сам писал сам искал а потом это привык приобрело и некий такой практический смысл вот когда она еще работать свое время с мантрами мантры развернулись в их словесно звуковые ряды аналоги можно сказать русские но я достаточно трезвомыслящий человек есть такой термин на просторах интернета долбославы так называемые это так называемые условно него язычники которые ставят чуры и вокруг уходит хороводы и кощун и поют и рассказывают что с китайскую стену древние русичи построили потому что все от них пошло вот нет я не разделяю никакой фанатизм я просто искал и находил и они приходили можно это послушать там у меня на канале вот это все сейчас это исполнять не буду потому что это требует определенного погружения для чего опять же обычный человек вот у него вся жизнь идет как будто начался понедельник и надо идти на работу а на работе из него будут выжимать соки если так вспомнить пелевина дженерейшн пи это некий такой аранус который постоянно сидит и тянет из тебя соки ну дженерейшн пи почитаете ли вы фильм посмотрите там это интересно рассказывается общество потребления что такое общество потребление это поглотить пищу информацию и прочее и выделить денежные средства и добиться в результате этого вау-эффекта то есть покупать самые брендовые вещи и ведь в этом некий смысл своего существования смысл теряется надо покупать новый айфон новый айфон и на я покупать новую машину прочее прочее а все это же соки тянет а потом жизнь то проходит и человек чувствует бессмысленное свое существование и не охота ему ни на какую работу идти и он такой разбит и в таком раздрайве приходит ему надо что-то передать некий запас жизни стел он даже заниматься не может нового не может поднять надо как-то вести вот и соответственно в так называемых классических текстах по йоге они же отшельники были их общество кормил либо коми горожан находился либо кто-то еще которым рощу давил или пещеру все замечательно а здесь люди которые обычные за здоровьем чтобы некий бытийный кризис пережить находилась появлялась шло чтобы вот таких каких-то вау эффектов там весь мир стал радужный проявилась светоносная сущность подарила цветок лотоса коснулась макушки пошел необычайно аромат и прочее не настолько ярко как в 3d или 5d все это в то ли мере присутствует потоки в теле ощущается чакры вихри ощущается контакт с внутренним учителем с иными сущностями все это есть но это уже ну как обычное состояние когда я допустим с другими людьми иногда общаюсь ну у меня случайных моем окружении людей нет все что называется глубоко в теме но допустим когда мне мама начинает новости с телевизора пересказывать это так немножечко так отрезряет понимаешь чем обычно человек живет или когда допустим в троллейбусе там проедешь или в автобусе посмотришь о чем люди говорят послушаешь да и вот человек который приходит на занятие чтобы ему некий такой импульс донести я искал находил это приходило ходили техники хатха йоги какие-то энергетические понимания ключей ходили пальцев и замыкания их пришло много таких авторских которые это передают некий суть смысл творческие какие-то прорывы реализации философские моменты осмысление себя как то вот так ушло но чтобы знаешь как говорится что вот вот она самадхи наступила весь космос стал как неким таким фульсирующим сгустком который сейчас живет в лотосе моего сердца другими словами немножечко не о том вот расскажи своего понимания высших ступеней йоги ну начнем с тхары нитхианы самадхи и сам яме одно дело это описано в патанджали другое дело об этом много кто что говорит исходя из твоего личного такого практического опыта какое у тебя на теперешний момент осознание вот об этих вот вещах об этих аспектах ну забавный такой момент во всем этом что-то вот только наверное у нас люди рубашку рвут и утверждают что йога с утра они сугубо практические они такие практические мы конечно нифига не понимаем понимаем процента два два три но они вот такие практические вообще надо практиковать по йога с утра патанджали у нас классическая йога но в плане того чтобы так почитает да неуважение этому всему отдать прочие прочие дела но друзья мои ну ямы не ямы ладно да вы про это говорите вы знаете название все замечательно зашибись хотя бы послушаем что вы говорите обо всем этом про самадхи аж так вот люди говорят аж родимчиком заходится так ему хочется самадхи это испытать вот или дхарану читаешь допустим вот книжка такая динамической практики в йоге да там практика моих массовского дворца книжка под редакцией андрея виталий чалапы да да там есть и там пишет дяденька которые по-моему из европы из америки он там в библиотеке массора посидела там попереводил он пишет что уже так где-то прошло века три после написания после комментариев яс и традиция стала мертвой то есть мало кто практиковал по йога с утра патанджали это все в культуре сохранялось но чтобы некие феномены демонстрировать которые в них описывали их поди поищи еще такого хотя если почитать мир чилиады про йогу и аборигенную индию что там йогин при посвящении ученика на кусочки покрошит потом на него дунит плюнет и ученик как новенький прочие дела скорее всего там бабаджи чем-то владели и это все дело умели вот поэтому возникает вопрос в йога с утра патанджали да в их неким неком практическом смысле ну какой практически смысл человек сидит смотрит на свечку потом глаза закрывают представляет огонек свечи в центре головы потом перемещает его в сердце возникает сияние атмана через несколько лет он понимает что его атман суть брахман и что он в основе мироздания и все это прямой непосредственно житейский смысл на него накатывает самадхи и он либо возвращается в тело либо не возвращается все это способ опять же бла-бла-бла про это говорить как это может проявляться в практике потому что работает то чем ты постоянно пользуешься в тех же йога с утра патанджали пишется что объект для созерцания для внутренней практики ты можешь выбрать сам то есть это не обязательно нечто одно единое звуком нарисованный на бумаге и распечатанный на принтере либо портрет учителя своего родного какого-нибудь это может быть процесс занятия как такового некий процесс весь если ты сохраняешь концентрацию внимания на чем-либо а дальше идут вход так называемые искусственные средства что это это так называемые дришки концентрация на пленных участках тела как правило вдох межброви выдох туда где тянется сильнее всего определенная словесная конструкция в моей практике сама по себе форма тела взаимосвязь формы тела с дыханием сознанием это тоже может являться объектом концентрации погружения потому что что такое патхихара это отвлечение внимания от внешних объектов направление их во внутрь этот процесс ярко представлен во время так называемой финальной релаксации лишавасаны когда идет оплёная начитка человек не просто тупит включил музыку какую-нибудь дэва према лег на коврик подмышки открыл ножки ремешком связал и уплыл сон начал пограбывать и слюнку пускать не концентрация внимания должна быть мыслить быть не должно помогая этом концентрация на пленных участках тела в ходе практики я многие схемы проверил выбрал ну я пользуюсь как правило двумя схемы это определенные суставы которые связанные с чакральными активностями потом фишка такая то есть это опять же можно посмотреть на моем канале от рук и ног одновременно чувствуется кончики пальцев рук и кончики пальцев ног и так далее проходят по позвоночнику в глубину позвоночника то в глубину живота из глубины живота по всему телу и потом сознание растворяется в энергии окружающего пространства и правило ощущение тела теряется и здесь либо сохраняешь себя на пороге засыпания но все равно присутствуешь в этом процессе либо берется некий символ но тоже он не пустой я предлагаю для концентрации внимания 15 символов они у меня есть на сайте я их искал они и скандинавской традиции не из-за индийской традиции вот и некие ключевые слова связанные с ресурсными состояниями слова такие добро здраво бодро яро младо ладо зорко мудро есть еще ряд слов в принципе это не сути и раз вот эти вот звукокомплекса эти слова они и в настоящем имеют смысл то есть это не непонятные какие-то ушедшие далекое прошлое название божеств которые в своем уже так ином мире живут и даже не вспоминают про киевскую русь вот а некие слова связанные с чакральными вихрями с определенными психоэнергетическими константами и так называемыми аксиологическими то есть изначально данными понятия о некой правильности о некотором идеале может брать совсем другой символ и наблюдать за ним некоторое время но я выбрал именно эти иногда используется некий природный объект связанными на с русской природой для концентрации чтобы опять же настроиться на выравнивание на некое идеальное состояние то есть я стараюсь и для себя и для остальных все-таки некую пользу из всего этого извлекать то есть это не концентрация на абстрактном о даже ом правильно интонированным а на том что потом развернется в ходе твоей жизненной миссии как некий успех выбранный тобой сфере жизнедеятельности по сути самадхи это слияние с объектом концентрации и испытание при этом связи связи с высшим началом ну скажем так с изначальным божественным промыслом как таковым и в ходе правильно отстроенного самопогружения в конце занятия это не обязательно изолированная практика когда человек несколько лет сидит хазани и смотрит на точку и потом его осеняет и он несет свет благодати к окружающим нет это все распределено по занятию концентрация на асане на психоэнергетических аспектах вот в ходе занятия литхарана которая переходит в тхьяну так называем поток перехода из асаны в асану и концентрация на этом потоке плюс еще отслеживается некий мысленный фон какие мысли при этом присутствуют без привязки к ним к этим мыслям и в конце идет протихара и некое зерно как некая санкальпа в этой протихаре присутствует но я говорю про шавасана и опять же самонаблюдение себя в этом процессе вот как правило я вот именно отдельно как практику связанную сидячей практикой я на ком-то одном объекте не концентрируюсь это может быть связано с концентрации на процессе дыхания осознание себя в этом процессе и потом наблюдение мысленного экрана и фонового состояния себя как самое иногда использую санскритские мантры при этом вот короче говоря резюме такое все так называемые описанные патанджили эффекты в йога с утра патанджили на мой опять же взгляд по моему мнению не связаны с практикой хатха йоги они у него связаны с практикой статичной медитации или концентрации своего сознания на неком одном объекте вот и как опять же я это чувствую к патанджили прибегали объясняя свою школу просто как некому авторитету вот кого не взять из традиции допустим практики асаны пранаям а йенгара взять говорю что у вас она это по сути есть патанджили вот патанджили про это только и писал вот диссика чары кришна мачарю тоже возводили своего труды все их цитировали но именно притягивая авторитет для обоснования то что твоя школа правильная это происходит и в отечественной среде человек может просто даже удивительные вещи показывать удивительно корявые кривые и больше на самом деле это йога с утра патанджили у него такие вот так вот проявляются потому что телом не надо заниматься надо больше на сознание практиковать а сейчас мы будем смотреть на кончик носа полчаса потом ляжем и то что вы испытаете это будет самадхи спасибо тебе большое за трезвость и твой уникальный бесценный опыт друзья поддержите видео подписывайтесь на канал слав йога и канал владимира калабина по ссылке в описании к этому видео всем гармонии трезвости и благополучия